Та-дам! У нас разбор вещей, перекладывание зимних и летних убираем, зимних. И Яра помогает. Сал вытащил здесь вот всё. Складовки мы вытащили сейчас. Хочу разобрать, потому что там вот такая гора вещей оказалась. Больше всего это у Ярика вещей. Андрей там спит, но сейчас будем сюда загружаться в комнату, чтобы... Хорошо. О, у нас уже прогрелась квартира практически 24 градуса. Это неплохо, это радует, потому что на улице меньше 10 градусов. Холодрога, конечно, ещё та. Не горюй. А мы позавтракали. Я немножко сегодня даю Вески отдохнуть, потому что потом сейчас нам ещё занятие, тренировка. На тренировку мне нужен Андрей. Попозже он встанет. Поэтому пока он спит, он только вот пришёл в 9 утра, я решила разобрать всё это. Помощник у меня. Кладовку надо просто было там в кладовке у нас, это в комнате. Ну, гардеробная, как можно сказать. А, на современный лад. Что? Хорошо. Думала, быстро уложусь, но посмотрела, что и с обувью надо разобраться. Потому что Яра как бы обуви много, и в то же время много получается бестолковой. Ну, как бы много чего не знали, когда брали. Что-то зима уже, новые надо. Короче говоря, надо разобрать, разбор сделать, посмотреть, что нам надо, что не надо. Что мы носим, что не носим. В общем, буду сейчас убираться, разбираться, посмотрим. Эти девочки, я не знаю, могут это подскажут. Мы когда-то очень давно, ну, мне они очень понравились, были на скидках. Я купила я себе вот такие тёплые, как типа они умкие, это. Но они были большие. Сейчас надо померить вообще 33-е. Так, ну, это под те, я так понимаю, здесь затягивается, это всё подтягивается. И сейчас я только обнаружила, здесь вот такая вещь. Вот эта штука, она в пакете. Теперь я вот не знаю, этот пакет он так и должен быть. Это типа вариант непромокайки получается, или это просто надо вытащить, по идее. Мне кажется, она сама по себе непромокаемая ткань. А это может просто потому, что новые были. Я даже не знаю. Ну, так же, наверное, ненормально. То есть он будет в пакете, это же будет у него нога преть. Кто такой вообще обувь знает, сказать может. Подскажете. Потому что здесь и здесь то же самое. А я только сейчас обнаружила. Но мы как-то и не носили. Я уже, наверное, года два брала назад. И мы не таскали за счёт этого, что они были большие. Сейчас они явно ему должны быть как раз. Я сейчас померю. Но вот это меня теперь смущает. Я даже не знаю, что с ним делать. Вытаскивать или нет. Я жду. Если, по крайней мере, комментарий, конечно, закрыт, оно может быть во вкладке в сообщество. Вот туда перейти и там написать мне, если можно. Сейчас я покажу, как это делается. Вот, что-то вообще у меня сегодня во все стороны торчёт. От нашего отопительного сезона, мне кажется, хватило на одну ночь. Уже 25 градусов. Ярик уже мокрый. Я уже открыла окно. Уже дышать нечего. Хотя я вижу на поте в дом. Мне кажется, там ещё люди пока. Будь здоровы. Спасибо. А у нас уже жара. Жара, жара, жара. 25 уже. И дышать вообще дома нечего. Вот, смотрите, как прикольно я одела. Рада ярых. О, а здесь что творится? С левой? Я не знаю, что у нас с левой творится. Левую ногу у нас перекосило конкретно под правую. Яр, что я так развернула-то? Ты чего? Поставь ноги. Тут вообще непонятно, что происходит с ногами. Яр, где она вообще стоит у тебя? Она вообще скосила. Ну ладно, посмотрим. Так, в принципе, если так зиму на зиму, вот куда-то поехать где-то, чтобы, мне кажется, нормально, тёпленью в Падурию. Я не знаю, что поставим, посмотрим, как походит путь ещё. Да, я вот так вот уже разобрала все Яськины вещи на полочке. Эмилину пока не показываю. Эмилину ещё надо разбирать. И вверх тоже надо туда всё поднимать. О, боже, кладовка. Короче говоря, здесь так тоже повесила. Но более-менее. Мис тоже не показываю вам. О-о-о, там ещё ковры. Вот тоже, да. Что? О, здесь тоже вот так. Страдалица у меня сидит тут. Ну сядь, нормально-то. Что тебе помогать-то? Ну, мышка, делай сам, ищи их. Билеты, он в дикпаторе покупает билеты, да, вот. Кто не знает, приходится уже прятать от одного, от второго. Сейчас ещё и Яра научилась вот этой бедной усин. Долго она у нас жила. Видимо, уже пришло её время. А. Ну, билеты будут, ну и сам ищи. А мне заканчивать всё. В принципе, это я потом, Андрей встанет, я это уберу. Вселетние вещи. Ну, я скину. Наши вещи я даже не меняю, потому что у нас их так много, так много. Я, в принципе, своего хватает. Нам в одну шкафу. И всё. А. Хорошо. Ай, я Рома-такал. О, Ма-такал. Сейчас надо кушать, садиться. Так мы ещё руки не делали ему пока. Ну, хотя бы тоже, это тоже нужно. Нужно было разобрать вещи, привести в порядок. Сейчас ещё в Миккину быстро полку разберу, поставим всего. Потому что отобрала, которые надо попробовать, я не знаю, или отдать, или продать. В общем-то, в принципе. Посмотрим. Сил, времени нет. Куда-то таскать, водить, возить. Поэтому. Сейчас покажу. Ну, разбирайся с руками, со своими. Он постоянно тискает правую руку. И главное, что у него. Ну, что? Сел, а делать неохота. Работай рукой. А. Сейчас буду, помогу. Но ты пока сам делай. Делай, делай. Занимайся. Надо клавиатуру мне сейчас подобрать, потому что это с английской клавиатуры. Ему, конечно, неудобно. Не печатать, не набрать ничего. Нужно клавиатуру быстрее всего всё-таки заказывать. Сказать логики нет. Пока я там разбиралась. Я закончила, кстати, кладовку. Я оставила коробку. Это он Андрей, потому что он помог мне. Я залезла, он подал. Этот здесь пытался её вытащить. Оторвал ручку. И бегом текает. Сейчас покажу, куда. Ага. В мусорку выносит. Я говорю, ты что там выкидываешь? Начал сразу. Оказывается, он тащит, вон, видите, ручку. Ага. Испортил. И выкидывает. И выкинул, чтобы не видно, мать. Да? Чтобы мать не видела, не ругала? Давай обратно. Так вот. Нету, нету. Он не понимает, не соображает. Всё прекрасно. Честно говоря, просто такая специфика у них своя, что не всё они показывают, не всё объясняют. И не всё могут правильно преподнести себя. Ну, что делать? Так, ладно. Фух, я всё-таки закончила. Сейчас покажу, что получилось. Вот, сейчас Эмилька придёт. Пускай здесь разберёт то, что её вещи заберёт. Если надо, не надо, посмотрим. Здесь тоже повесила. Но здесь почти. Это тоже всё вниз спущу. Потом что-то останется. Коробку туда вот наверх, вместо. В принципе, обувь тоже всё сложила, разложила, уже поменяла. Оставила только зиму. Ну, всё. Здесь, по-моему, практически... Ой, не видно. Вот, практически вся обувь Яськина получилась. Вся зима, зима. Мои кроссовки. Вот Андрей ботинки. Это Яськина. Это мои кроссовки. Это Микина. Не знаю, соберёт, не заберёт. Посмотрим сейчас. И всё. Вот так. А теперь веганов попрошу удалиться. Потому что у меня здесь панамс, вот такая штучка. Мне так нравятся ребрышки. Ну, сейчас я вот их сделала. Поджаривается немножко морковка, лук. Сейчас приправы положу, всяких травок. Косточки и плов делаю. Такой у нас будет сегодня с Андреем обед. Яра сейчас доедает соус. Ну, и, может быть, это будет его ужин. Посмотрим. О себе я просто... И, честно говоря, я вообще не любитель мяса. Но почему-то мне так захотелось, что я просто взяла пожарила без ничего вообще. И прямо вот хочется, хочется вот так вот. Чисто без ничего, с огурцами, можно сейчас поесть. Ну, это будет Андреев же тот. Я вот не могу сказать, что я мясоед. Я практически могу мясо неделями, месяцами не есть. Но иногда мне бывает вот прям вот хочется что-то вот. Ну, вот я могу просто съесть и чистой кусок мяса съесть. Ну, как кусок мяса, курицу, что-то жареный кусок съесть без ничего и всё. И мне опять хватает на месяц, на два, на три. Мне почему-то как-то вот с мясным. И вот я сейчас смотрю, чувствую, что-то у меня уже печень что-то начинает. Не знаю, хотя бы иногда печень не страдала, нагрузки, то-то что. Поэтому стараюсь как-то вообще. Но иногда хочется такого лучше-то вкусненького. Поэтому решила все сделать. Ребрышки с косточками. Из моего детства меня папа очень хорошо готовил. Эти ребра. Вкусно всегда. Как копченые получились. с картошкой, соусом. Ну, как говорится, берестовый мед. Ушел. И забрал с собой рецепт. У меня отец вообще очень хорошо готовил. Очень вкусно и классно. Не знаю, я вспоминаю. Вчера маму что-то я вспоминала, папу. Наверное, давно я не была там. Как они там вообще неизвестно. Ладно, не будем о грустном. Я имею в виду, в Баку у нас остались могилы. Ты скажи, где там ты не была. Где они? Они остались у меня в Баку. И мы считаем, что уже пять лет практически. Чисто вообще там не были. Я даже не знаю, что там, где там кладбище, что с кладбищем. Связи ни с кем нет. Не осталось. Чтобы кого-то что-то узнать, попросить. Позвала внучка жучку. Должен ее сам правильно рассказывать. Давай. Следственные связи, как-то вот она есть. Что зачем? Почему? Жучка на кого держится? За кого жучка держится? За внучку. Внучка держится? За бабку. Бабка за детку. А детка за редку. Только Яра должен стараться правильно. Тянут, подтянут. Мы, кстати, перешли вот на такой стул. Придержать не могут. На такое сидение. А на том стульчике Сима спит. Или Мама сидит. Так. Позвала жучка кого? Кошку. Не, знаешь, сейчас если ты уже как бы Яську задействовываешь, то тогда, знаешь, как скажи, вот посмотри, кого позвала жучка, да? И жучка, Яси должен сказать сам, что жучка позвала кошку там или мурку. Да, вот такой план. Ну и смотри по правилам, как самую... Не, не просто мурку, а кошку. Жучка позвала мурку. Это я его так учила. Жучка позвала мурку. Ну хорошо. Вот видишь, поэтому, да, я сама. Мурку? Только предложение, чтобы он выстраивал. Хорошо. Мурка взялась. За кого мурка взялась? За кого мурка держится? За жучку. А жучка за кого держится? За внучку. А внучка держится за кого? За бабу. А-а-а-а! 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 А-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! И шел домой. Вот. Когда он ушел, лиса всю рыбу повыбрасила. А дед приехал к бабке и говорит, бабка, иди посмотри, что я тебе привез. Ну бабка, как говорится, пришла к возу, а смотрит, что там ничего нет. И вот она стала ругаться на деда Вот сейчас Ярик озвучивает Это чтобы было понятно Чем тебе помочь? Сам Давай сам Попроси кошку, пускай он тебе поможет Ярик занята, видишь? Оно не клеится, видишь? Уже плохое, испорченное Прижми рукой сам Туда У нас как всегда день закончился Стиркой Я сейчас еще посуду буду домывать Как-то оно так все пошло У нас Емелька последние дни Что-то хандреть, ну не знаю Мы вот просто подустала То одно болит, то второе, то третье Сегодня опять пришла у нас Просидела вечер С Яськой поиграла Потом она где-то начало уже, наверное, полдевятого только ушла Поэтому как-то уже вечером уже не снимали Они вот с ума сходили С этой коробкой С моими одеждой Я сейчас уже ее убрала вообще Как бы в кладовку Завтра подниму Потому что сумасшествие Все немножко вот Пообщалась так по ватсапу С девочками Потому что иначе Ну просто не получается Я не знаю Я вот пытаюсь сесть Смонтировать Я говорю уже, наверное, где-то С недели две Один ролик пытаюсь смонтировать Ну и блоги, естественно Соответственно, тоже, да Как-то оно в руки вообще не доходит Потому что садишься, встаешь Максимум можешь полчаса посвятить И даже меньше времени на компьютер Потому что если у меня свободное время То я зависаю или на сайтах Мне надо по развивашкам, да Там кое-что анализировать Или же Алиэкспресс тоже Или же по Медтехно Ну, в общем-то, все связано вот С нашими проблемами С нашими делами С нашими русскими Там где-то Сейчас фронатический разбор слова Найти, тоже сделать Сегодня, правда, что-то как-то в этом угаре Получилось Только вот Андрей с ним позанимался По азбуке Ну, завтра осталось нам писем Завтра с утра пораньше встанем Уже завтра встану с ним Буду опять поднимать Я вот эти два-три дня Дала расслабиться Где-то до полдевятого Яська спит Раньше он полвосьмого Уже вставал Ну, восемь точно А сейчас полдевятого Без десяти девять Я им, по-моему, даже И вот, честно говоря, уже сразу чувствуется Сейчас вот этот Он огромную роль играет Потому что в итоге сейчас Вот он только-только опять засыпает Уже позже На об одиннадцать начинает укладываться Ну, и весь день Вот как-то накладывается Холодно сегодня было очень Мы даже на улицу не вышли Потому что как-то пока мы, говорят, все это сделали Пока он позанялся Потом я дала ему просто расслабиться Правда, мы потренировались Да Мы позанимались именно физкультурой А уже русские не делали Ну, ничего, тоже надо Иногда передышать Какие-то слабенькие Потому что у нас так получилось Вот раз, что мы субботу Помню, занимались И воскресенье У нас получил не было Вот, как бы я стараюсь По-моему, чтобы сегодня один день Хотя бы был полностью свободен, да, у него Но в эту неделю не получилось Поэтому думаю, ладно, вот так вот Пускай хотя бы отдохнет Не знаю, как оно получится Когда это уже все опять выкладывать Но, надеюсь, все нормально будет Установлюсь я По времени Просто надо в режим тоже полностью войти Везде, во всем Не успеваешь еще жить готовкой Это все Так что вот так вот Ладно, все, спасибо Спасибо за просмотр Спасибо за поддержку вашу До завтра Надеюсь, что Ненадолго прощаемся Буду уже Когда эти влоги начнут выходить Уже будет более-менее Своевременная все Съемка Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok